смотрите мне на крыше сидят и поют красиво не хочу громко говорить чтобы не спугнуть всем здравствуйте такое у нас утро здесь вообще тут кусочек джунглей есть такие птицы летают лимонно-желтые кирпичного цвета всякие разные а какие хорошенькие такие толстенькие с белыми хвостиками ой ух ты ух ты ух ты такой рассвет у нас наш кунда там уже вон дорога вот там рыбак уже все дорого что-то не ухо все проснулись хотя еще по-моему 6 утра нет это дерево такое огромное типа мимозы сладковатый такой запах у птиц сколько интересных вот уже какой день 2 3 больше уже стоит такая погода ух шторм самое настоящее небо облачное ну солнце естественно тепло солнце пробивало ух красота какая напоминает батуми да вот здесь вообще волнорезы давайте все я пришла снимать а вы это закончили красоту каленая теплая вот такая погода сейчас конечно погода ловить рыбу но здесь и так рыболовецкой деревне мы сейчас проходили по улочке там стоят домики и как всегда чистят свежую рыбу который потом видимо будет покупать мелкие торговцы крупные ребята ловит самостоятельно а там песок видимо высыпали вот эти вот мешки это какой-то песок это укрепление это не грязь там валяется а почему пахнет смолой какой-то как асфальтом что нет это дым это не оттуда рыбу жарят они что-то добавляют да это розжиг наверно такой прямо химический атмосфер атмосферу вот туда даже вода доходила мокро здесь все ну да вот это мешки они между камней укрепляют тут провал он куда аж бьет лупит сползает земля здесь и даже балки эти сползают песок зыбкий конечно и что-то строят огромное я так понимаю что возможно отель наверное потому что вот двери видны да как вход номера но здесь явно не хватает чего-то такого типа 7-11 на какого-то деревня большая отели много на побережье написано паттайя нужно ехать вот сюда а банк сарай-маркет вот сюда здесь стоит такая скульптура матери с ребенком нам около воды акула мая пошли маленькие магазинчики забегаловки с столовыми супчиками с кофе то есть принцип такой же набережная как дженте она намного уже здесь она широкая еще а потом она будет узкая и спуск либо через лестницу либо идти дальше там где уже будет понижаться земля побережье будет выход морю прямо через песок это кафе открыли на наших глазах вот буквально вот мы здесь 13 дней или сколько вот только только две недели до или еще нет даже открылась на наши глаза красивенько беленько такой симпатичный здесь тоже будет какой-то чил-аут кафешечка близко уже висит поэтому тут закрыта нет мне кажется она будет потом открыт уже днем ближе к 11 12 свои детеныши детишки они растут и жмутся к ней холодно маленькие такие два месяца им да он еще один прям по под носом соли тоже к маме все вдвоем к маме ну короче говоря у них хорошая жизнь есть еще где-то братик рыженький он постарше мы думали это папа это братик он где-то часто часто здесь нет это сейчас собака лежит под машиной часто лежит здесь но сейчас не жарко чё под машиной это лежать спит наверно где-то полотеку у них все время там не знаю почему синенькая такую погоду мне кажется рыба хорошо это мы когда хорошая погода мы вот здесь лежим загораем сейчас прилив очень сильный штормит вода так вкусно вкусно морем по-моему сегодня больше волны чем вчера ой прям жар отдаёт поле море тёплое непонятно такое как пахнуло таким морским сейчас мы сходим вниз я бы даже сказала что и вода сегодня холоднее ну вообще в принципе солнце должно появиться днем так сказать на ближайшие дни будет даже дождь написано что будет даже дождь поэтому я так понимаю что это непогода несколько дней дня 4 5 ну не знаю дождь это тоже да в азии дождь дождь прошел и все то же самое и будет ли он вообще здесь конкретно в банк сарае тоже же непонятно что опасно что не стопнуться об ступеньке когда выходишь или заходишь там еще песок подмывает и сразу бум оступиться ногой надо осторожно вот такое интересное место я сейчас проходила меня облила полностью вот так высоко сюда видимо бьют потому что там то ли тут более высокая ступенька наверное более высокая ступенька она так лупит у меня вместе с телефоном вот что видите немножко пробивалась вот что видите как пентакль вот что видите Немножко пробивается, мы все равно отдыхаем. Мы все равно загорала. В этих несколько дней у нас планы поехать в Бангкок. Сейчас пока мы с морем. Они сидят затопленные, песком засыпаны. Ух, тут шторма лупит, вон как их засыпало. Здесь уже, видите, нет совсем далековой. В принципе, здесь получается такой пляж дикий. Ну сюда, в общем-то, все и ходят. Ракушки сожрали все дно. Смотрите, я нашла веревку. То есть это не редкость, это же веревки. Ой, а откуда она тянется? Ну как она длинная, откуда она тянется? Вот она. Она под цвет моего купальника. Точность. Вот такое совпадение. Оттенков синего же очень много, но я нашла именно такую. Ой, мне что-то напомнило, это Кубу. Вдруг. Как мы ходили тоже по побережью, никого не было. Как только разрешили после ковида лететь, мы полетели. Мало народу, 16 человек во всем отеле. И вот так же по побережью ходили. Ракушки. Там, конечно, белый песок. Ух, там так красиво. Сейчас у нас с телефоном опять. Ну просто захотелось вам показать этот красивый шторм с бирюзовой водой. Синяя веревка. Точность. Как руки палят. О, солнце появляется. О, смотрите. Ведро. Это похуже-то ведро. Не бревно, а ведро. Уп. Пучаску здесь не сохранено.